Внеочередные выборы в Испании не принесли ни одной политической силе абсолютного большинства в парламенте. Это было четвёртое голосование за последние четыре года. На выборы делал ставку нынешний премьер-министр Педро Санчес из Испанской социалистической рабочей партии. Он надеялся улучшить свои позиции. Однако вместо этого его политическая сила потеряла три места. Теперь их 120 из 350. А для абсолютного большинства нужно не менее 175 кресел. «Мы призываем к диалогу все политические партии, кроме тех, которые не хотят сотрудничать и сеют идеи ненависти и антидемократии». До выборов Педро Санчес пытался повысить свои рейтинги. Поднял минимальные зарплаты и пенсии, а также в угоду крайне левым перезахоронил Франко. Однако это не сработало. Испанцы недовольны ростом экономического кризиса и безработицы, бездействием в отношении нелегальной миграции, повышением налогов и навязыванием левой идеологии. Так, по результатам голосования консерваторы значительно улучшили свои позиции. Народная партия получила 88 мест вместо 66, а партия «Голос» – 52 вместо 24. «Мы переживаем по поводу управляемости Испании. Мы беспокоимся по поводу победы социалистической партии. Мы празднуем, но мы также не скрываем, что очень переживаем. И с завтрашнего дня мы будем работать со всей ответственностью, честностью и достоинством». Педро Санчесу теперь предстоят непростые переговоры о создании коалиции. Пока на его призыв откликнулись только крайне левые партии. А союз с ними в прошлом оказался невозможен. Если ему не удастся добиться большинства в парламенте, право сформировать коалицию может перейти консерваторам. Однако пока и у них не набирается достаточного числа мест. Эксперты отмечают, что если страна не выйдет из политического тупика, то ей грозят ещё одни выборы. В Австралии пытаются справиться с сильнейшими природными пожарами. В них за последние несколько дней уже погибли три человека, сгорело более 150 домов. В понедельник власти штатов Новый Южный Уэльс и Квинсланд объявили чрезвычайное положение. Восток страны готовится к катастрофическим погодным условиям. «Это означает, что глава пожарной службы Фитт Симмонс имеет полномочия принимать любые необходимые меры и решения, чтобы гарантировать защиту жизни и собственности людей, насколько это возможно». Жителям в зонах повышенного риска предписано эвакуироваться, поскольку метеорологи говорят, что будет ещё жарче и суше. Это может ещё больше раздуть уже полыхающие пожары. «Машина собрана и готова ехать. Мне нужно позвонить, чтобы понять, когда ехать. Может быть, через 10 минут, а может, через полчаса. Не знаю». «У нас в Новом Южном Уэльсе продолжают полыхать более 60 пожаров. Более половины из них остаются вне контроля. Условия по-прежнему экстремально засушливые. Огонь по-прежнему ведёт себя очень агрессивно. И на северо-востоке штата много населённых пунктов, которые находятся в зоне риска». Режим ЧП продлится в этих двух штатах не менее семи дней. «Это просто вещи. Но у нас есть семья, все живы. У нас есть замечательные соседи и замечательные друзья. Вместе мы справимся». Пожары угрожают и району, где находится Сидней – самый густонаселённый австралийский город. Здесь уровень опасности повысили до катастрофического. Такое произошло впервые за 10 лет – с тех пор, как в стране ввели новую систему оценки пожарной опасности. В понедельник в Гонконге продолжились беспорядки. Люди снова вышли на протесты вслед за массовыми выступлениями в выходные. А полиция продолжила жестоко подавлять демонстрации, которые власти объявили незаконными. Одного человека арестовали, и по меньшей мере один раз полицейские применили боевое оружие. Об этом свидетельствует эта видеозапись. На ней также видно, как полицейские пытаются остановить женщину перечным спреем. О состоянии молодого человека пока никакой информации нет. На кадрах видно, что он смог встать и даже пытался убежать. Однако в итоге его увезла карета скорой помощи. Стычки также произошли возле Политехнического университета Гонконга. Там для разгона демонстрантов применили слезоточивый газ. Ранее в выходные на улицах этого специального административного района КНР тоже то и дело вспыхивали стычки с полицией. В одном из торговых центров на протестующих напали представители сил безопасности с дубинками и в гражданской одежде. Они пытались задерживать демонстрантов по одному. Одновременно в субботу и воскресенье в Гонконге прошли многотысячные вечера памяти в связи с гибелью студента в ходе стычек. Молодой человек скончался 8 ноября от черепно-мозговой травмы. Он упал с третьего этажа парковки, убегая от слезоточивого газа, который применила полиция. «Мы здесь, чтобы оплакивать погибшего студента. Его смерть, я думаю, тесно связана с жестокостью полиция. Вот почему мы здесь». «Среди наших друзей, которых арестовали 700 – это студенты университетов и колледжей. Надеюсь, люди по всему миру поддержат Гонконг, поскольку у нас уже начался гуманитарный кризис». Протесты в специальном административном районе КНР продолжаются уже шестой месяц. Люди недовольны растущим влиянием Компартии Китая, которая управляет Гонконгом по принципу «одна страна, две системы». Кроме того, протестующие требуют расследовать множество инцидентов, связанных с чрезмерным применением силы со стороны полиции. В Ла-Пасе сотни боливийских оппозиционеров празднуют отставку Эва Моралеса. Протестующие добивались этого последние три недели. «Остались ещё Никарагуа и Куба. Боливия принесёт надежду всей Латинской Америке на то, что коммунизм исчезнет, и у нас появится свобода и демократия». 20 октября в Боливии прошли президентские выборы, и Моралес победил с небольшим отрывом. При этом процесс подсчёта голосов был прерван на сутки. До перерыва всё говорило о необходимости второго тура, а после него ситуация изменилась. Главный соперник президента Карла Смеса не признал своего поражения. Организация американских государств перепроверила результаты выборов и нашла много нарушений. Полиция уже задержала президента и вице-президента высшего избирательного суда, а также многих руководителей региональных отделений. Моралес согласился провести новые выборы, но позже объявил о своей отставке. Он сказал, что делает это ради того, чтобы в стране восстановился порядок, но в то же время экс-президент назвал произошедшее «гражданским переворотом». При этом военное руководство Боливии также попросило Моралеса уйти с поста президента. Эво Моралес правил Боливии почти 14 лет, отменив закон, который запрещает занимать пост президента два срока подряд. В этом году он переизбрался на четвёртый срок. Это оттолкнуло от него многих союзников даже среди индейцев, которых он представляет. «Думаю, весь народ Боливии счастлив. Мы свергли диктатора. Мы покончили с режимом террора. Сейчас мы счастливы, но ещё не всё закончилось. Если мы допустим, чтобы Конституция разрешала неограниченное количество президентских сроков, у нас будут проблемы». Вслед за Моралесом ушло в отставку всё высшее руководство Боливии. Исполнять обязанности президента будет второй вице-спикер Сената Жанин Аньес. Она обещает провести новые президентские выборы. Польша делает ставку на электрические батареи, чтобы дать новый заряд своей экономике. Одна из местных компаний позиционирует себя лидером в развитии электрического общественного транспорта. Компания Solaris в городе Познань продаёт электрические машины более чем в 30 стран мира. Она стала крупнейшим производителем электрических автобусов и троллейбусов в Европе. А в 2017 году её электроавтобус Solaris Urbina 12 назвали лучшим городским автобусом года. «Наши автобусы ездят по семи сотням разных городов. Многие из них в Польше. Это один из наших главных рынков. Многие польские города переходят на электротранспорт». Solaris планирует расширять производство с 300 автобусов в этом году до 500 в 2020. Компания также говорит, что в переходе на электротранспорт Польша не уступает Германии и Франции. Ранее в этом году Solaris подписал контракт на производство 130 электроавтобусов для Варшавы. Это крупнейший единоразовый заказ в Европе. В то время как ЕС продолжает критиковать Польшу за то, что та не отказывается от угольной промышленности, представители компаний говорят, что их страна соответствует всем европейским стандартам по выбросам вредных газов. «Думаю, Польша должна и будет соответствовать нормам Европейского Союза в отношении общественного транспорта с нулевыми выбросами, поскольку их цели установлены на европейском уровне». Такие компании, как LG Chem, создают производственные базы в Польше. Их привлекают налоговые послабления до 70% и денежные гранты. Страна превратилась в крупнейшего в ЕС экспортера литий-ионных батарей. Фабрика LG Chem открылась в Варшаве в прошлом году. Она уже крупнейшая в своём роде в Европе и продолжает расширяться. К 2021 году на ней будет работать около 6 тысяч человек. Трудоустройство в сфере производства батарей уже помогло Польше снизить уровень безработицы до рекордно низких 5,1%. 30 лет назад на Постдамской площади в столице Германии сносили Берлинскую стену. Экскаваторы убирали бетонные блоки высотой 3,6 метра, которые разделяли город на протяжении 28 лет. 9 ноября отмечают годовщину падения стены. Однако на самом деле полностью ограждения не уничтожили. Некоторые его участки по-прежнему существуют. И найти их можно в самых неожиданных местах. В часе езды от Берлина есть заброшенный спортивный зал, который теперь используют как склад. Ганс Мартин Флайшер купил эти части в 1990 году примерно за 23 тысячи евро. С тех пор хранит у себя. Берлинскую стену построили в 1961 году. В течение десятилетий её несколько раз перестраивали и укрепляли. Завершили лишь в 1975 году. Согласно некоторым оценкам, 93% стены уничтожена окончательно сразу после её демонтажа. Однако непострадавшие части ограждения продали. Для этого создали специальную государственную компанию. Изначально Флайшер хотел быстро перепродать блоки по более высокой цене. Ими интересовалась художественная галерея в Японии. Однако потом сделка сорвалась, и он решил оставить их себе. Теперь он надеется, что эти части в итоге окажутся в музее. «Падение стены – лучшее историческое событие в мире за последние сто лет». А этой цементной компании несколько сотен участков стены достались бесплатно. Она использовала их, чтобы разделять разные типы гравия. В индустриальном комплексе по-прежнему сохранилось 60 блоков. Теперь возле них каждый год продают рождественские ели. Кроме того, некоторые участки разрисовали с целью продажи. И их удалось сбыть за сумму от пяти до семи тысяч евро. Но не все. Остальные передали в дар музеям и учреждениям. «Мы пожертвовали большинство участков. Первый отправился в Сингапур. Мы познакомились с послом, и теперь две части находятся в университете Сингапура. Ещё 12 блоков мы подарили Южной Корее». Многие части стены также есть в Брюсселе, Лас-Вегасе, Лондоне и Кейптауне. Но, конечно, многие остаются в общественных парках и на площадях Берлина. Они каждый день напоминают городу, что когда-то он был разделён на две части. Деревня Санта-Клауса за полярным кругом в Лапландии уже полна гостей. А у доброго дедушки с каждым днём прибавляется хлопот. Это значит, что подоспело время праздничного сезона. «Прекрасный вечер для всех вас. Столько счастливых людей собралось в моём волшебном родном городе Рованиями. Это переполняет меня радостью. Сегодня у нас очень важная миссия. Мы вместе открываем рождественский сезон». Санта-Клаус спросил гостей, хорошо ли они себя вели в этом году. И поинтересовался, кто обещает стать ещё лучше. Он напомнил, что Рождество – прекрасное время для того, чтобы делиться теплом и добротой. «Мы все можем постараться избегать недобрых слов, сказанных вслух, либо написанных. Ведь недобрые слова, как и сильный арктический ветер, могут любого заставить вздрогнуть. Я хочу, чтобы этот рождественский сезон был наполнен дружелюбными мыслями, словами и мимикой. Давайте встретим Рождество с терпением и доброжелательностью». Деревня Санта-Клауса находится рядом с северным финским городом Рованиями. Каждый год сюда приезжают тысячи людей со всего мира. Здесь они могут увидеть Санту, миссис Санта-Клаус и волшебных эльфов. В почтовом отделении деревни можно отправить рождественские открытки. Туда же приходят многочисленные письма от детей из разных стран. С приближением Рождества Санта ежедневно получает почти 30 тысяч посланий от своих маленьких поклонников. Пока что добрый дедушка будет собирать подарки, а в ночь на 25 декабря запряжёт олени и отправится в кругосветное путешествие. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова